Больше всего рискует тот, кто не рискует. На этой неделе были подведены первые итоги регистрации кандидатов в президенты Центральной избирательной комиссии. Впрочем, ничего удивительного не произошло. Путина, Слуцкого, Харитонова и Дованкова уже зарегистрировали. Бабурин слился, Свиридова не получила отклик у избирателей. Надеждина пока проверяют. А судьба остальных, честно говоря, меня вообще мало интересует. Они либо покинут гонку, либо красиво и на коне поедут в сторону поддержки главного претендента. Ну, то есть по-настоящему интересного в этом направлении произошло мало, поэтому расскажу о других новостях. Это Вести Бискуселева, совместный проект канала Фьермак Медиа и реальная журналистика. Привет-привет, мои дорогие, с вами Юля и мы начинаем. Ну, не могу не начать этот выпуск новостей, пожалуй, с главного события недели. С того самого, когда во вторник вечером все россияне вдруг не на шутку занервничали. Да-да-да-да, я о том сбои, который произошел в РУЗОНИ. Поговаривают, что глобальные неполадки в сети стали следствием одномоментного сбоя, что и привело к проблемам доступа в ресурсы и приложения. Впрочем, позже координационный центр доменов РУ признался, все произошедшее – это дело рук специалистов технического центра, которые пытались создать суверенный РУНЕТ и перенести российских пользователей интернета на национальный сервер ДНС. Впрочем, ничего удивительного в этом как бы и нет. Нас еще 8 лет назад предупреждали о возможности отключения от всемирной паутины. Ну и типа для того, чтобы мы вновь не вернулись в каменный век, в России и началась работа по запуску национальной сети. В 2021-м суверенный интернет заработал, а мы этого даже не заметили. И вроде бы все хорошо, если бы не одно «но». Но весь сбой, по мнению телеграм-канала Бриф, это, возможно, очередные учения Роскомнадзора. Об этом каналу заявил источник, близкий к Минцифре. Помните, с подобным мы уже как-то сталкивались в июле прошлого года? Тогда РКН решил проверить работоспособность российских сайтов в условиях отключения страны от международного интернета. И проверил. Причем, по словам представителей РКН, учения тогда прошли успешно. Но вот вопрос, для кого? Ведь если мы пойдем по пути китайского опыта и отгородимся от глобальной сети, то заживем исключительно в камерных условиях, где будем знать только то, что нам разрешат, и без возможности делиться кармой с миром. Кстати, а может быть в этом и есть глобальный план великих умов? Сначала мы уйдем в свой интернет, потом в собственную цифру, потом в желании наказывать неугодных отключением возможностей банковских карт, например, или пользованием здравоохранением, образованием и госуслугами. Хотя, не, такое ведь в реальности невозможно, но этого просто-напросто никто не допустит. Или допустит? Впрочем, обсуждали на этой неделе не только Рунет, но и итоги опросов ЦИОМ, который на этой неделе решил выяснить, какое количество россиян в своей стране не просто живет, а выживает. Причем на самом примитивном уровне. Так вот, оказалось, что 20% опрошенных пенсионеров ставят перед собой основной целью именно выжить. Ну, то есть распределить свою пенсию таким образом, чтобы хватило на еду, оплату коммуналки, лекарства и базовые потребности в одежде. Ниже этот показатель оказался среди других возрастов. Подобную цель перед собой ставит и трудоспособное население в количестве 11% из опрошенных. Но оно и понятно. Да, молодежь и люди среднего возраста зарабатывают больше, чем пенсионеры. Но извините, они и тратят больше, потому как одного валенка и шали им явно недостаточно. И нужна машина, которая в кредит, и квартира, которая в ипотеке. А еще дети, которые требуют гаджеты, моря и денег на рофл. Поэтому вот вообще неудивительно, что нехватка средств в среднем возрастном сегменте не менее актуальна. Впрочем, 41% опрошенных признались, что хотят жить не хуже, чем большинство семей в их городе. Но пока не получается. А 25% респондентов отметили, что желают жить и лучше, чем большинство. Но тоже не сейчас. На фоне происходящего, ныне действующий президент Владимир Путин тоже напомнил общественности, что с недавних пор официально стал пенсионером. И он начал получать пенсию по старости. Об этом он сообщил в своей декларации, которую подал в Центр избирком для регистрации в качестве кандидата на будущих выборах президента. Согласно ей, Путин получает две пенсии, одна из которых военная. Помимо этого, он имеет доходы от вкладов в банках и ценных бумаг. Всего за 6 лет новоиспеченный пенсионер заработал более 67 миллионов рублей, что на 80% больше, чем за предыдущий период 2012-2018 годов. Как говорится, шоб я так жил. Чтоб сразу 10 счетов в финансовых учреждениях и сразу на сумму в 54 миллиона рублей. Впрочем, зависть – плохое чувство, поэтому оставим пороки и просто порадуемся за главу государства. Пусть и не искренне, и пусть даже не от всего сердца. А между тем, на этой неделе стало известно, что партия «Единая Россия» собралась сделать ежегодные партийные взносы обязательными. Напомню, ранее они были добровольными. Во вторник Президиум Генсовета Единороссов принял решение о размере и порядке уплаты этих сумм. Андрей Турчак утверждает, что мера эта вынужденная и надиктована многочисленными просьбами регионов. Это сейчас была цитата. Ну, типа с таким предложением к нему обратились из Татарстана, а затем еще порядка 20 отделений. Обязанность эта коснется каждого и вполне вероятно станет лакмусовой бумажкой для расставления приоритетов. Ведомости сообщают, что хоть платежи и придется осуществлять всем партийцам, однако их сумма будет значительно отличаться. Стоимость партийного активиста, например, будет колебаться в районе 100 рублей в год. Местный депутат обойдется сам себе в 500 рублей, депутат ЗАГСО в 5 тысяч, а депутат Госдумы и сенатор в 25 тысяч рублей. Ну и если взять в расчет, что количество единороссов сегодня составляет примерно 2 миллиона человек, то набегает, в общем-то, неплохая такая себе сумма. И это при том, что более 4 миллиардов рублей партия и так получает из бюджета. А, кстати, знаете ли вы, что закон не устанавливает нижнюю планку взносов, зато указывает, что верхняя не должна превышать порог в 4 миллиона 330 тысяч рублей с одного члена политической партии. И я сейчас не шучу. Вы только представьте себе, какими редкими станут ряды единороссов, если платежи станут реально адекватными, а не эти 100, 500 или 5 тысяч рублей. Можно будет сократить бюджетное финансирование, а можно даже... Впрочем, ладно, пусть пока останутся при зарплате. Но в этом деле главное, чтобы обязанность по уплате взносов никак не отразилась на нас. Ну, например, в наших коммунальных квитанциях. А то они ведь могут. Вот такой, друзья, была эта неделя в нескольких событиях. Но я напоминаю, что на нашем канале Ермак Медиа новости выходят еще чаще. Так что заглядывайте и не пропустите авторские программы моих коллег. Но у меня на этом все, друзья. Увидимся ровно через неделю на этом же месте и в тот же час. Всех люблю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова